Йоу! Меня зовут Таня Воронцова и я профессиональный фотограф. Ребята, все те, кто давно подписан на канал, пожалуйста, не спешите забрасывать меня негативными комментариями типа «А кто это вообще? Что за рубрика за такая? И почему опять новый спикер?» Объясняю. Дело в том, что сам YouTube рекомендует каналу делать контент про фотографию. Поэтому мы совместно с Хохлов Саботовский решили выпустить видео о том, как и где начинающим фотографам искать заказы в 2023 году. Но сначала я расскажу немного о себе и о своей экспертности. Я занимаюсь фотографией уже больше 10 лет и мне нравится определять себя как мультифотограф. В моем портфолио есть и актеры, и блогеры, и госзаказы, и котики в том числе. Я больше года работала в РИА Новости как фотокорреспондент. Я снимала свадьбы за границей и успела написать свою авторскую программу обучения, по которой даю индивидуальные уроки начинающим фотографам. Дальше судьба занесла меня в продюсирование еще на год с лишним. Но в прошлом году я закончила свою работу как продюсер YouTube канала HyperPC. Как вы поняли, я попробую много разных жанров, прошла много разных сложных ситуаций и разобралась в том, как быть фотографом. Поэтому у меня сейчас такая база клиентов, что я в год могу не давать рекламу, а заказы у меня все равно будут. В общем, сейчас все расскажу, но сначала минута важной информации. Здарова, дружище! И как ты знаешь, мир творчества – это не только какая-то веселая детская площадка или Диснейленд. Это может быть очень жестоким местом, особенно когда ты начинаешь упираться в то, что тебе не хватает времени для того, чтобы дальше прогрессировать в своем творчестве. И в этот момент я вспоминаю такую фразу, что хорошим джазменом не станешь играя лишь один раз в день. Но все мы должны каким-то образом себя кормить и обеспечивать свой уровень комфорта. У кого-то еще, может быть, есть и обязательства. Поэтому ты начинаешь задаваться вопросом, а могу ли я сделать вот это вот свое творчество, которым я занимаюсь, постоянной профессией, получать за него хороший доход. И в целом, чтобы уйти, например, с какой-то ненавистной для тебя работы и перестать тратить на нее время. Это можно сделать при том условии, если ты начнешь работать на себя, если ты пойдешь на путь фрилансера. Но там начинаются другие проблемы, о которых ты даже не задумываешься. Например, как строить свой личный бренд, как получить себе постоянный поток заказов, как повышать свою цену в глазах будущих клиентов и прочих ворох вопросов, с которыми ты не сталкиваешься, если работаешь на дябе. И тут еще такой момент. Мы провели более ста интервью с разными творцами и получили один и тот же ответ, что они боятся перейти с своей постоянной работы в творчество, потому что им не хватает подушки безопасности. У меня сейчас не про деньги. Я на самом деле про личный бренд. Навык маркетинга, который ты у себя должен развивать, не менее важен, чем твой профессиональный навык, чем твои хардскиллы. Потому что ты должен и хорошо выполнять свою работу, и научиться ее продавать. И тут все упирается в личный бренд. Потому что личный бренд говорит о том, что тебя знают, с тобой хотят работать, понимают, что ты можешь сделать, и самое главное, за какую цену. Но все об этом говорят, а у тебя остается не тот же вопрос. А как же тебе его развивать? И для того, чтобы рассмотреть этот вопрос со всевозможных сторон, мы создали курс по маркетингу и личному бренду для творцов. Найти который ты можешь по ссылке в описании. Программы курса составлены так, что даже если ты пока еще не разбираешься в маркетинге, это не проблема. Потому что мы покажем тебе, куда тыкать, чтобы было весело, а самое главное, чтобы ты на самом старте не надел каких-то критических ошибок. Мы привлекли огромное количество людей, которые не только свой личный бренд прокачали, но еще и старались разобраться в этой теме. И на своем опыте они хотят с тобой поделиться, как же ты можешь развивать этот личный бренд. Поэтому личный бренд – это очень важная штука. И прямо сейчас ты можешь приобрести этот курс 40% скин по ссылке в описании. Так что переходи, ознакомливайся и залетай к нам. Немного банальное, но важное замечание перед разгоном. Без упакованных соцсетей, без сайта, без своего УТП вас ждет провал. Большинство начинающих не уделяет должного внимания фундаменту. То есть выходят на рынок полуголыми, неупакованными, не понимающими ценообразование. Из-за этого много дыр в работе, мало клиентов. И как итог – захламление рынка. Просто понимаете, у нас у фотографов высококонкурентная среда. То есть наше портфолио априори подразумевает красивую и понятную упаковку. На понятной базе вы сможете рекламироваться эффективнее и смело отправляться за клиентами. Поэтому начните с истоков и усвойте 5 основных вещей. Первое. Фотографу нужно определиться со своим жанром и нишей. По статистике, начинающий фотограф делает свои первые пробы на друзьях или на родных. Я не буду запретать велосипед. И рекомендую вам просто практиковаться также и в архитектурной, и в пейзажной, и в предметной съемке. Так вы быстрее поймаете волну своего жанра. Второе. Определите свою целевую аудиторию. То есть, кто ваш клиент, чем он должен заниматься, сколько он должен получать, чтобы оплачивать ваши услуги. Все эти вопросы относятся к портрету ЦА, который вы должны знать в лицо, чтобы меньше распыляться. Это очень важно. Чем больше вы распыляетесь, тем больше вы выгораете. Третье. Не стесняйтесь и сделайте свой сайт. Даже если вы только начинаете, и у вас совсем немного работ, хотя бы сделайте сайт-визитку. Залейте туда свои самые лучшие работы, сделайте понятное предложение по услугам и вперед. Дело в том, что сайт – это эдакий значок профессионального фотографа. Четвертое. Структурируйте свои социальные сети. Продумайте, как вы будете выгодно выглядеть на тучном фоне конкурентов. В чем ваше уникальное предложение, как вы покроете боль своего циволевого клиента и, в принципе, визуальную концепцию своего аккаунта. Когда бы вы это все изучили, об этом подумали, перепишите все в ВТП, которое вы перенесете в свою шапку профиля. А фотографии просто распределите так, чтобы каждый гость на вашей страничке сразу понял, а в каком жанре вы снимаете и какой у вас стиль цветокоррекции. И обязательно, соответственно, не забудь прикрепить свой сайт, чтобы знали, что вы настроены серьезно. И, наконец, пятое. Еще 10 тысяч раз изучите свой сегмент, почти как нас учил Брюс Ли. Внимательно изучите своих кумиров, пролистайте их странички, посмотрите, какие они используют схемы, какие воронки, для того, чтобы переложить их на свою практику и опыт. И только после этого можно стрелять напалмом. Это называется Deep Tech, детка. Фух, вступление рассказала, теперь можно более расслабленно. Поговорим про первый инструмент – это сарафанное радио. По сей день самый мощный, верный и проверенный способ привлекать клиентов так, чтобы они шли к вам сами – это рекомендации или в простонародье сарафанное радио. Помните, что как фрилансер вы должны быть еще больше молодцом, чем когда работаете по найму. Вы сам себе директор, сам себе бухгалтер, сам себе курьер, если придется. Не забывайте вовлекаться во все аспекты своего становления. Будьте внимательны к своим клиентам, ведите четкую коммуникацию на протяжении всей подготовки. Помогайте выбрать место, помогайте выбрать локацию. Отвечайте вовремя. На самой съемке тоже не забывайте быть заботливыми. Перед тем, как пришли, посмотрите несколько видео по моделингу, чтобы на самой съемке рассказать клиенту, как быстрее расслабиться перед камерой, показать на своем примере. Комментируйте свои действия на съемке. Также проговаривайте количество фотографий, которые вы отдадите. Проговаривайте, когда вы это сделаете. Так клиенту гораздо спокойнее. Ну и про качество фотографий, естественно, говорить не нужно. Это должно быть хоро-шо. Соблюдая все эти советы вкупе, ваши услуги станут качественнее и рекомендаций станет больше. Посредством рекомендаций вы сможете собрать хорошую и большую базу. Второй инструмент – это сайты-агрегаторы. Если вы уже обфоткали своих друзей, которые от вас отмахиваются, или вам в принципе не на ком практиковаться, то смело отправляйтесь на сайты-агрегаторы. Там не такие строгие правила, как может показаться, и начинающим вполне можно идти и регистрироваться. В основном у сайтов-агрегаторов платные услуги, которые начинаются от 1000 рублей и выше. Вот несколько сайтов-агрегаторов, которые я рекомендую. Ну и на крайний случай существует авито, где платить за подписку не нужно. Просто размещаете объявление и ждете отклика. Ну, если прям совсем захочется, можете сделать разовую оплату подъема объявления. Третий способ привлечения клиентов – это продвижение в социальных сетях. Самый малобюджетный способ, скажем так, продвижения – это рилсы. Потому что, в принципе, если скачать парочку мобильных приложений, то вы сами можете вывозить этот инструмент. Просто следите за трендами, за трендами монтажа. Не скупитесь, выкладывайте от 1 до 3 рилсов в неделю. И, как нам обещает запрещенная сеть, рано или поздно она начнет продвигать вас сама. Привлечь клиентов – это одно, но не забывайте упаковать свой аккаунт, как я уже говорила выше, и постоянно продавать себя и в ленте, и в сториз. Рилсы – это способ привлечения, а стори-тейлинг – это манипуляции к покупке и прогреве. Далее идет таргетинг ВК. Первое, что нужно будет сделать – это паблик или группу с вашим портфолио. И уже потом учиться этому самому таргетингу. Конечно, хорошо было бы нанять таргетолога, но это тоже дороговато. Вообще, хорошего таргетолога найти не так уж и просто, особенно если он бюджетный. Я на этом деле съела собаку, я работала с разными таргетологами, и в итоге лучше всего продвигала я сама себя. Короче, можете уже мысленно расчехлить свой кошелек на двухмесячный бюджет, потому что первые пару месяцев вы будете только тестировать те места, где лежат ваши клиенты, условно говоря. Через тесты клиенты к вам не придут. Но не отчаивайтесь, не опускайте опять же нос. Немного упорства, немного трудолюбия, и вы сможете собрать еще одну онлайн-базу, на которой вы сможете много лет работать. А теперь актуалочка – это завести и вести свой телеграм-канал. Чем хорош телеграм? Это не совсем инструмент по привлечению клиентов, а это инструмент по повышению лояльности уже в сформировавшейся вашей базе. Бюджетно продвигать свой канал вы сможете посредством других камерных каналов, которые посвящены тематикам, схожими с вашими. То есть, допустим, это каналы, посвященные культу семьи, посвященные детям, лайфстайлу. Если вы снимаете фуд-фотографию, тогда обращайте внимание на каналы в ресторанной индустрии. Во всем этом поиске вам поможет вот этот ресурс Telegram.in. Закупка рекламы у макро- и микроинфлюенсеров. Па-бам! Самый дорогой, но при этом самый эффективный способ продвижения. Значит, что мы делаем? Отправляемся на GetBloggers, например. Ищем там небольших блогеров, которые нам подойдут. И чтобы эффективнее рекламироваться перед тем, как коллаборировать с блогером, запросите его статистику. Следующее, вот, как раз-таки работают хорошо бартерные. Коллаборации, когда вы приезжаете, концептуально фотографируете блогера, и он потом посредством ваших фотографий вас рекламирует. Не забывайте о том, что реклама вас должна быть ненавязчивой и нативной. Почему этот способ вообще сам по себе хороший? С маркетинговой точки зрения у небольших блогеров очень хорошая верная аудитория. То есть их аудитория воспринимает их как собственных друзей. А советы и рекомендации от таких друзей в психологическом плане, да, это то, что нужно брать и то, что нам точно надо, да. Плохого не посоветуют. Четвертый пункт. Фотостоки и фотобанки. По мне, так это прерогатива уже более опытных фотографов. В чем сложность? Во-первых, фотобанки, такие как Shutterstock, например, при регистрации просят полный пакет документов. И это еще не все. Вам нужно будет пройти экзамен. Экзамен выглядит следующим образом. Вы заливаете топ своих фотографий, которые будут проходить модерацию. Вы, конечно, можете ее не пройти, но ничего страшного. Это не добавляет вас пожизненный черный список. Вы можете попробовать еще раз через месяц. Когда вы уже попали на просторы фотобанков, вам нужно хорошенько изучить каждый из них в отдельности. Потому что у всех разные ценники, у всех разные способы вывода средств. Более того, чаще всего фотобанки, точнее, в принципе, фотобанки на английском языке. Поэтому у вас должен быть хороший базовый английский. Если вы посвятите достаточное время по изучению фотобанков, поймете, как там работают алгоритмы, то, в принципе, от 2 до 40 тысяч рублей в месяц вы сможете зарабатывать. Но если вы прям конкретно будете там жить, то эти суммы за пару лет могут вырасти до бесконечных сумм. Я вам рекомендую начать с таких незамысловатых фотостоков, как Dreamstime и Adobe Stock. Там не такие строгие правила регистрации. То есть полный пакет документов вам не нужен. И сами регламенты по фотографиям тоже на порядок ниже. Начинающим вполне можно пробовать. Пятый инструмент по поиску клиентов – это проведение фотодней и фототуры. Начнем с пункта А. Смысл в том, чтобы вы собрали пакет, в который включены услуги, аренда студии, ваша работа и макияж с прической от визажиста. В среднем стоимость места на таком фотодне стоит 6 тысяч рублей по России. В чем ваша выгода? За один заказ вы отдаете меньше фотографий, а визажист делает экспресс макияж и простую укладку. Если вы будете проводить по 2-3 фотодня в месяц, лучше, конечно, не больше, то это будет неплохое прибавление к основному заработку, да, к каким-то вашим единоразовым заказам. Теперь отправляемся в пункт Б – фототуры. Схема, конечно, посложнее, но по мне так гораздо приятнее. Вообще фототурами это не называется. Обычно это просто какие-либо туры с сопровождением фотографа. Например, это экскурсии по винодельням или тур на йога-мастер-класс у моря. Чтобы получать заказы на такое сопровождение, вы должны крутиться в организаторских кругах. Что значит крутиться? Например, покупаете какой-либо тур и берете туда с собой камеру. Там вы отдыхаете, просвещаетесь и параллельно постоянно фотографируете. Когда вы вернулись, обработайте фотографии и разошлите организаторам и участникам тура. Профит вы уже на виду. Еще совет, если у вас уже есть фотографии из приключений ваших, из ваших путешествий, возьмите самые лучшие. Оформите презентацию, которую вы возьмете с собой в такой тур и уже на самом месте покажете организаторам. То есть, таким образом вы делаете наработку, наработку связи. Что немаловажный нюанс, о котором мы поговорим в следующем пункте. Шестой пункт – это наработка связи. Что такое наработка связи? Это активная социализация в определенных кругах. Я горячо рекомендую посещайте мастер-классы, воркшопы, курсы тех фотографов, которые вам нравятся. Безусловно, это знание прежде всего, но еще это и знакомство. Далее совет, не стесняйтесь делать рассылки. Предлагайте себя как ассистента фотографа, предлагайте себя как бэк-фотографа. Когда вы будете попадать на такие проекты, вы будете знакомиться с членами команды. Это продюсеры, визажисты, стилисты. Это тоже наработка связи. Если вы интересуетесь фэшн-фотографией, посещайте показы мод. Если вы интересуетесь фуд-фотографией, посещайте дегустации. Теперь плавно перейдем к вопросу. Так как же все-таки наработка этих связей вам поможет привлечь еще новые заказы? И это седьмой заключительный пункт – закрытые чаты. Закрытые чаты – это кладезь заказов и практики. Поэтому я оставила этот пункт напоследок, как вишенку на торте. Закрытые чаты – это комьюнити тех или иных сфер. Допустим, у фотографов они даже дробятся по жанрам. Например, это чаты свадебных фотографов, репортажных и так далее. Начнем с чатов фотографов. Обычно там ищут ассистентов, вторых фотографов, замены, обсуждают важные вопросы из фотоиндустрии. Но не стоит останавливаться только на чатах фотографов. Обратите внимание на своих коллег по цеху. Например, стилистов. Они достаточно капризны в выборе фотографа и обычно обращаются к рекомендациям. Если вы напроситесь в такой чат к стилистам, то это дает вам возможность поработать на крутых проектах и с крутыми командами. То же самое касается и чатов, свадебных организаторов и тому подобное. Это реально крутой ресурс и оттуда, правда, приходит много заказов. Это я вам скажу по своему опыту. Но чтобы попасть туда, не забывайте про наработку связей, о которой я сказала в предыдущем пункте. Ну что же, у меня получилось собрать хороший костяк инструментов для тех, кто начинает свой путь как профессиональный фотограф. Если вы знаете еще какие-то хорошие способы для поиска заказов для начинающих, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. До скорых встреч!